МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам народного избранника, неизвестные лица пригрозили ему и предложили за деньги уйти в отставку. Как отреагировали на это другие депутаты и сколько будет получать новый мэр, расскажем в сюжете. Сенсации от второго заседания Думы не ожидал никто. В повестке было утверждение нескольких десятков фамилий, коммунальные проблемы и процедурные вопросы. Но Юрий Бутаков унес свои коррективы. Депутат заявил, ему предъявили ультиматум, срок которого заканчивается сегодня. Народный избранник подчеркнул, цитата, путем попытки подкупа, шантажа и угроз эти люди пытаются незаконно решать свои проблемы, пытаются оказать давление на конституционное устройство Института местного самоуправления. Конец цитаты. Подобные требования я считаю незаконными. Партия «Справедливая Россия», предвыборный список, который я возглавлял, в честной и убедительной борьбе завоевала свои два места. Прошу мое возглавление принять к сведению Думы и приобщить к протоколу сегодняшнего заседания Думы. Копию этого заявления депутат отправил в полицию. Сейчас нам идет расследование. Сумму взятки народный избранник огласил прессе уже после заседания. Депутатский мандат злоумышленники оценили в 100 тысяч рублей. Впрочем, коллеги Юрия Бутакова заявление всерьез не восприняли. Из уст нескольких депутатов прозвучало слово «провокация». Сам Бутаков отметил, окончательное решение примут правоохранительные органы. 12 человек. Кто против? А вот это решение депутатов еще потребует вмешательства надзорных органов, уверен экс-глава Заречного Андрей Кислицын. Народные избранники отменили решение своих предшественников относительно фракционной работы в Думе. Таким образом, по словам депутата, напрямую нарушив федеральный закон. Закон нас обязывает принять соответствующее положение, оно должно быть. Сегодня мы доработались до того, что его совсем отменили. То есть сегодня, грубо говоря, будет нарушаться норма закона, которая огласит, депутат обязан входить по фракции. Как создать фракцию, как ее зарегистрировать, даже эти вещи все сегодня не действуют. Сегодня в итоге мы просто создали правовой вакуум. Сколько в этом вакууме предстоит работать депутатам, неизвестно. Перспективы принятия нового решения народные избранники не обсуждали. Зато развели дебаты по поводу оплаты труда нового главы. Предложенная сумма 21 тысяча рублей не устроила заместителя председателя Думы Валентина Шептикова. Депутат предложил повысить оклад мэра до 23 тысяч. Сам Василий Ланских в обсуждении не участвовал, хотя охотно исправил в проекте решение одну сумму на другую. Но согласно закону оклад пришлось не повысить, а снизить. Вычеркнули надбавку за классный чин. Отсутствие у Василия Ланских стажа муниципального служащего. Итог обсуждения 18 тысяч рублей оклад и около 60 тысяч рублей общая сумма заработной платы главы. Прошу голосовать. В следующий раз депутаты встретятся уже в апреле. А вот первое выездное заседание депутатской комиссии по жилищному хозяйству будет уже завтра. В деревне Боярка народные избранники попытаются решить вопрос об использовании сельских пастбищ. Александр Кузнецов, Иван Козырев. Детали дня. Городу грозит недогрев. Об этом депутатам заявил исполняющий обязанности начальника отдела по городскому хозяйству Константин Шиф. Поводом для этого послужила телефонограмма из Урал-Севергаза с требованием частично ограничить подачу газа. Причина – многомиллионный долг перед компанией. Кредиторская задолженность ЖКХ сельской территории составляет 126 миллионов рублей, дебиторская – 60 миллионов. Основная часть этих средств – долг компании ООО «Теплопередача». Оплатить его в Урал-Севергазе требуют до 25 апреля, иначе они самостоятельно ограничат поставки газа. Ситуация осложняет и грядущая остановка на плановый ремонт третьего энергоблока БС. Это произойдет во второй половине апреля. В это время вся нагрузка по отоплению города и обеспечению горячей водой ляжет на городскую котельную. И если технически она готова, то работать без газа не сможет, отметил Константин Шиф. За помощью в решении этого вопроса глава коммунального хозяйства обратился к депутатам. Хотим мы его рассматривать, не хотим мы его рассматривать, нас заставят это сделать. Просто если депутаты прониклись тем цифрам, которые я обозначил, может кто-то хочет поучаствовать в комиссии, а то, извините, коз считать 100 человек, а здесь, наверное, надо тоже разобраться, помочь. Может кто-то кто-то советом поможет. Разрушители мифов. Новость о том, что строительством коттеджного поселка на Лазурном берегу заинтересовался сам полпредпрезидента Российской Федерации, вызвала в Заречном серьезный ажиотаж. Мы решили провести собственное расследование и выяснить, в чем суть подозрений антикоррупционного комитета и о каких возможных нарушениях идет речь. Результаты узнаете у Александра Кузнецова. Лазурный берег. Территория общей площадью более 45 тысяч квадратных метров. Более полувека она считалась санитарной зоной Белоярской атомной станции. В 2005-м этот статус с нее был снят. Спустя еще три года здесь началось строительство малоэтажного жилья. Именно эта стройка стала причиной недовольства многих зареченцев. По городу прокатилась волна слухов. Согласно одному из них, строить дома начали в санитарной зоне, на радиоактивной территории. Однако это утверждение опровергли в администрации Заречного. Закон об атомной энергии четко оговаривает границы санитарной зоны БАЭС. Лазурный берег, подчеркивает в отделе экологии, в нее не входит. Если раньше она была вот по этой линии, декларированная, то на сегодняшний день вот санитарно-защитная зона вот такая вот. Что касается публикации о том, что Лазурный берег находится в санитарно-защитной зоне, это неправда. Кому это надо, я не знаю. Это мнение подтверждают и документы самих застройщиков. В них результаты исследования санэпидемстанции. Никакого радиационного загрязнения на территории стройки нет. А значит, проживание здесь уверены в ООО «Градстрой» безопасно. В этих же документах находим опровержение еще одного опасения горожан. Мол, коммуникации к новостройкам подведут за счет домов программы по переселению из ветхого жилья. Однако, согласно документам, вся инфраструктура в Лазурном берегу проведена уже больше года назад. Вот они, эти коммуникации. В каждой постройке три собственных автономных котельных. Тепло, газ, электричество и вода здесь уже есть. Коммуникации были все проведены в 2011 году. Конкретно были проведены водопровод, канализация, газопровод был подведен. И введена в эксплуатацию электрическая подстанция. В программе по переселению из ветхого жилья эти коммуникации не имеют никакого отношения. Эту информацию нам подтвердил и глава администрации Заречного Дмитрий Погорелов. По его словам, вся инфраструктура домов, строящихся в рамках программы по переселению, будет проведена из других жилых помещений по Лермонтово. Строительство домов для переселенцев, рассказали нам в администрации, начнется уже в мае. До 31 декабря, согласно контракту, дома должны быть сданы под ключ. Дома будут строиться ближе к посту ГАИ, который идет на выезд в сторону Белаярской атомной электростанции. То есть вдоль улицы Лермонтово до контейнеров, которые служат для вывоза мусора, будут построены два дома. Что касается проверки антикоррупционного комитета, на нее и в строительной компании, и в администрации Заречного реагируют спокойно. Говорят, все бюджетные расходы города всегда находятся под пристальным вниманием надзорных органов. А вокруг строительства в городе всегда роились плетни. Так было с солнечным шиелитом. Теперь напали и на Лазурный берег, говорят в ООО «Градстрой». И успокаивают. Их заказчикам бояться нечего. Что касается проводимых в настоящее время проверок, если людям положено, пусть проверяют. Нам бояться нечего, у нас все абсолютно законно. На сегодняшний момент ООО «Градстрой» выполняет все взятые на себя обязательства перед покупателями. Наш поселок на сегодняшний момент выбрала для проживания уже более 50 семей. И первый дом будет готов к сдаче в эксплуатацию уже в мае 2012 года. Александр Кузнецов, Мария Морозова, Сергей Жильцов, Иван Козырев. Детали дня. История купли-продажи закончилась скандалом. Началась она с желания одного из жителей города взять в кредит сотовый телефон. Сделать это труда не составило. Положительное решение скрепили подписью в договоре. Оставалось только внести первый взнос. Но на просьбу расторнуть договор сотрудники офиса ответили отказом. Причем, по словам заемщиков, очень грубым образом. Подробности в нашем сюжете. Зареченка Нелли Девяткина – мать молодого заемщика. Три дня назад она пережила скандал с одной из сотрудниц офиса МТС. Женщина рассказывает, ее сын заключил кредитный договор на покупку телефона и уже собирался сделать первый взнос, но передумал. В салоне молодому человеку навстречу идти отказались, настаивая на том, чтобы он принес деньги. Тогда Нелли Алексеевна сама отправилась в офис МТС. На просьбу женщины также ответили отказом и объяснили, что уже отбили чек первого взноса. Она ей говорит, ну хорошо, не будете брать, я сейчас сама внесу 430 рублей денег, а кредит он все равно будет платить. Первоначальный взнос я внесу, потому что я уже отбила чек. Я говорю, а на каком основании вообще отбивали чек, когда он вам не дал денег? Разговор Зареченки с сотрудницей сотового салона очень быстро перерос в скандал. Пришлось даже вызвать сотрудников полиции, рассказывает Нелли Девяткина. На глазах правоохранителей женский спор дошел до рукоприкладства. Она начинает бить мне по рукам, сломала мне стеноки до крови. Милиция, она здесь, ее от меня отталкивает. Нелли Девяткина сразу же написала заявление в полицию, после чего узнала. Сотрудница МТС все же отозвала заявку из банка. В салоне нам объяснили, молодому человеку в расторжении договора никто не отказывал и платить первый взнос не принуждал. Молодой человек ушел, на следующий день возвращается первоначальник взносу дать и говорит, что мне не нужен кредитный договор, но что ему наш специалист отвечает, что у этих банк отказываетесь. Соответственно, через 15 минут залетает в его маму, начинает ругаться с нашим специалистом. Комментировать сам конфликт, произошедший на глазах сотрудников полиции, в салоне пока отказываются. Чтобы удостовериться в своей правоте, Нелли Алексеевна отправилась в отдел по защите прав потребителей. Там женщину успокоили. Правда на ее стороне. Работник милиции подтвердит все, что у вас там было. Это очень хорошо. И вам будет проще доказывать то, что вы ни в чем не виноваты и никому ничего не должны. Потому что получается, что кредитный договор был подписан, но не исполнен и не вступил ни в какую силу, потому что товара нет, денег нет, ничего нет. Михаил Летнев говорит, если все произошло именно так, как рассказала Нелли Алексеевна, и если сотрудники полиции подтвердят ее слова, то разбирательство решится в пользу семьи Девяткиных. Чем же закончится эта кредитная история, будет известно еще не скоро, пока ведется разбирательство. Мария Морозова, Александр Кузнецов, Иван Козырев. Детали дня. Зареченские дошкольники теперь не понаслышке знают, каково быть кандидатом в президенты и следить за ходом народного голосования. В детском саду Дюймовочка прошли самые настоящие выборы с избирательной комиссией и избирателями. Ребята заходили за ширму, заполняли бюллетени и опускали их в урну. Даже паспорта выглядели почти как настоящие. Подробности в нашем сюжете. И сегодня мы будем с вами не дети, мальчики и девочки, а мы с вами предстанем в лице избирателей. Урна, бюллетени, кабинка для голосования и более десятка кандидатов. В детском саду Дюймовочка сегодня выборы президента. В списке претендентов 11 воспитанников старшей группы УМКО. Вся информация о юных политиках, как и полагается, вывешена на стенды. У каждого лозунги и даже собственные программы по улучшению жизни группы. Каждый разработал совместно с родителями свою предвыборную программу. Изготовили почти настоящие паспорта. Мы изготовили совместно со всеми воспитателями, детьми настоящую урну, бюллетени. Пригласили к себе гостей из группы «Звездочка». Они участвовали в избирательной комиссии. Идея организовать в садике такую политическую игру у воспитателей возникла сразу после выборов 4 марта. Многие ребята ходили на голосование вместе с родителями и остались под большим впечатлением. Для того, чтобы максимально приблизить игру к реальности, педагоги решили задействовать всех. Даже наблюдателей поставили. Были сторонние наблюдатели. Был председатель избирательной комиссии, член избирательной комиссии. Работал буфет. В предвыборной кампании у нас каждый ребенок выбрал себе партию и дал название. Одни решили дать своим партиям серьезные названия. Будущее России – спортсмены Заречного, победители. А кто-то решил пофантазировать и в другом направлении. Так родились партии «А ну-ка, парни», «Великолепная четверка» и «Суперкоманда». Вопросов к кандидатам от избирателей было хоть отбавляй. Воспитатели удивляются. Ребята, кажется, по-настоящему переживают за жизнь группы. Например, говорили, а вот какой закон ты издашь первый, когда тебя выберут президентом? И еще вопросы тянут руки. А будешь ли ты делиться игрушками? Какие игрушки ты будешь нам приносить? И вот каждый отвечал, защищал, каждый хотел быть президентом. Избиратели проголосовали, выборы президента группы завершены. Члены избирательной комиссии уносят турну с бюллетенями за ширму для подсчета голосов. Через несколько минут ребята узнают имя первого президента группы «Умка». Им стал Марк Бергер. Поздравляю тебя за то, что ты стал большим президентом. Я хочу, чтобы когда ты вырос, ты тоже, когда стал бы президентом. На то, чтобы оправдать надежды избирателей, у Марка есть три месяца. А после в группе «Умка» снова пройдут выборы президента. Мария Морозова, Александр Кузнецов, Иван Козырев. Детали дня. Юные дарования Заречного представят свой талант на суд областного жюри. Трое школьников уже в это воскресенье отправятся защищать честь города на областной ежегодный фестиваль «Уральские звездочки». Пропуск на большую сцену дети получили благодаря победе в муниципальном конкурсе талантов «Алэ Паруса». Как готовятся к выступлению одна из самых юных участниц, расскажет Алина Мулоянова. Спеть на большой сцене Зареченки Ларисе Васильевой предстоит уже совсем скоро. Сейчас юные дарования репетируют номера, работают над артикуляцией и сценическим образом. Пением эта талантливая девочка занимается уже четвертый год. Говорит, что ее заветная мечта – стать известной певицей. Соль нравится, потому что там самой можно попить. Свои голосом мне. По ступенькам я иду. Музыкальным тонкостям 11-летняя звездочка в основном обучается по компьютерной системе. Но все же классическая распевка под аккомпанемент фортепиано тоже не на последнем месте. Преподаватель музыки Елена Горожанцева каждое выступление переживает со своей воспитанницей. Именно она четыре года назад заметила у девочки способности к пению. Она сразу запоминает мелодию, сразу ее воспроизводит, чисто интонирует. И, конечно, с ней заниматься одно удовольствие, потому что она не фальшивит и поет сразу чисто. Сейчас Лариса вместе с другими юными артистами города готовится выступить на большой сцене Дворца молодежи в Екатеринбурге. В эти выходные там пройдет областной конкурс «Уральские звездочки». Идея отправить на этот конкурс зареченских школьников возникла у сотрудников Центра детского творчества, который возлагает на детей большие надежды. Шансы на победу есть. Дорогу осилит идущий. И поэтому, даже если мы не будем среди лидеров, я думаю, что мы будем не хуже других и покажем на то, что мы способны. Алина Малаянова, Сергей Жильцов, Александр Кузнецов, Иван Козырев. Детали дня. Наконец, весна полностью обосновалась на нашей территории. В ближайшие два дня исключительно плюсовая температура. Прогноз погоды от Гесметио через пару секунд. В ночь с пятницы на субботу столбики термометров доберутся до 2 градусов выше 0. Днем значительно потеплеет, плюс 7. В ночь на воскресенье похолодает до минус 1 градуса. Днем снова плюсовая температура, 3 градуса выше 0. Атмосферное давление выходные 736 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, временами восточный, с порывами до 5 метров в секунду. Прямо на снегу во дворе 8-го дома по улице Ленинградская поселилась целая семья. Ее заметил городской репортер Сергей Поморцев во время вечерней прогулки. Мимо такого зрелища Заречниц пройти не смог. Недалеко от монетки. На детской площадке во дворе кто-то нарисовал семью. Здесь и мама, и папа, и сын с дочкой. Счастливые улыбчивые лица. Художник умело нашел замену белым листам бумаги и кисточки. Свой шедевр он нарисовал, по-видимому, простой палочкой. Если вы увидели что-то необычное и интересное, доставайте камеры и снимайте. Присылайте видео к нам на электронный ящик зар-тв-2010-собака-яндекс.ру. Делайте новости вместе с нами. А в продолжении программы в честь 19-летия городского телецентра смотрите архивные кадры 1998 года. Улицы Заречного, люди города, детали прошлого в информационной программе «Эхо». А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в понедельник на канале Заречный ТВ. Приятных выходных! Заречный ТВ 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 Редактор субтитров А.Семкин